Я не политик. Я никогда не буду политиком, потому что я не смогу на это пойти. Я точно вам отвечаю. Я об этом потому что думал. У меня было время подумать, потому что меня туда приглашали, тащили наши оппозиционные силы. Я не буду говорить кто, но многие пытались. Но я путем долгих размышлений кое-что про себя понял. В общем, я не политик. Я гражданин. Но это тоже немало. Спасибо, да. В общем, такой вопрос. А не играть ли вы сейчас «Змей Петров»? У нас сейчас год змеи, поэтому... Рожденный ползать получил приказ летать. Какой летать, а братцы, небо-то не видел. Не рассуждать, и дрёна мать. Ну да, если была в своё время, да. А ну и сейчас ничего вроде, да. И если можно, такой вопрос чуть более серьёзный. Как бы в продолжение, как я понимаю, первого вопроса, который человек задал. Я, безусловно, ценю и поддерживаю вашу гражданскую позицию. Я стараюсь не пропускать, скажем, ваше появление в эфире на премьерах о Москве. У меня такой вопрос. Вот когда я слушаю вас, когда я слушаю некоторых других творческих людей, которые, ну, не согласны с тем, что происходит в России. Скажем, Артемия Троицкого, там, Дмитрия Выкова. У меня рождается такой вопрос. Хорошо, то, что вы видите сейчас, вас не устраивает. И я могу это понять, я верю. Я, к сожалению, не буду в России, но верю. Но вы не боитесь того, что этот протест может кончиться возвращением к чему-то, от чего мы так мучительно уходили? Конечно, конечно, размышляем, что вот этот лозунг «Долой Путина», ну, я тоже многим задавал и своим товарищам, ну, и многие об этом размышляют, конечно. Потому что, ну, Путин, да, ну, ушел, допустим, да, там, убрали, а что дальше? А дальше может прийти еще хуже чудовище вообще. Змей Горыныч такой. И все мы будем орать Хай Гитлер, да. То есть всяко может быть, конечно, об этом думают люди. И я и говорю сейчас, что идет ничего не потеряно. И в прошлом году мощный был подъем, но он никуда не делся просто. Нужно развиваться дальше. И сейчас организовали КС, идет какие-то движения, размышления обо всем, что произошло. Это немало, это нужно анализировать, нужно ставить новые вопросы. Вот мне нравится, что много ребят, оппозиционеров стали говорить, как достучаться до сердца простого человека, который, безусловно, волнует социальные вопросы, животрепещущие. Потому что много людей живут просто плохо. Экономические проблемы, такие-сякие. То есть много, много хорошего произошло за прошлый год. И как-то многие помудрели, что ли, я не знаю. И как-то вот эта горячка, эта лозунг, она как-то исчезла, она стала уже неактуальной такой. Да и все задумались над тем, что нужно долгое и трудное, и долго работать тяжело для того, чтобы в России что-то просветрело. Это тяжелая работа, непростая, и ни одного дня. Я это понимаю прекрасно. Многие, ну то, что все идет, все идет, я ответил, нет? То есть, ну, ну, мне вообще, многие меня читают трибуном, там, а я на самом деле-то лозунг я не люблю. И стараюсь даже свои социальные песни, ну, как-то, чтобы они не были все-таки такими оголтелыми плакатами. Плакаты легко писать, конечно. Ну, для меня всегда было в Мерилове, я же говорил где-то, ну, допустим, Пушкин, Борис Годунов. Вот социалка, да? Так социалка. Бессмертно. Да, бессмертно. Вот на таком уровне говорить, ну, о гражданственном, да, вот, это серьезно. О власти, о людях. На таком уровне. А могу я спросить? Вы сказали, когда вот запускали последнюю вашу программу, значит, что за все время вы сделаны как бы три концептуальных таких, да, Донбасс? Ну, не побоимся этого слова, да. Чёрт, 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 пёстр, 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 пёстр... Ну, три программы, ну, чёрт, пёстр, 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 п на площадь на этих друг вылетает вишневая девятка что было машину номер один и разворачиваться на это площадь несмотря на всех пинутов выскакивает джигит чеченец и свежий а это что создание и вот мне вопроса напомнил от этого евгения пушки и вот этой сахи такой гора такая просто исторического мяса таком костей и и духа безусловно архитектурное пиршество этот чеченец такой лихой на этой девятке с багажником видно сразу полного оружия тогда стреляли не стесняясь пить и я такой очкарик а потом вышел на набережную а там мент стоит мразь на куриц и а была такая ранняя весна и друг такой лежит огромного такого волоса богатыря или муромцы с такими русыми волосами и голубые глаза голова такая мент только смогли на нижнюю ступеньку спуска в него гранитно положить с аккуратно и бюрочка волку а ноги в воде у него и вот такой красивый свитер задрался такой красивый мощно сложный чувак мы с методом закурили и философствовали часа два жизнь отмерзла таки в народ ходит никто внимания не обращает 91 год или да и такая же духа и пушкинская 10 этот фонд свободной культуры где мы там в тазу просто жгли дрова не воды не отоплеть еще до радости полный дисбалетки на что на другой стороны вот и у меня вот сфинцы где питерский черный пёс петербург морда на лапах все сложил все складывается же из нюансов крипто порой просто незначительные казалось бы какие-то встречи какие-то взглядов каких-то фрагментов пейзажа или каких-то чувствований которые мгновенно приходят проходят сквозь тебя и убегают это дальше идут к следующему да а ты запомнила это значит победил они запомнил мы все переживаем принципе одно и то же кто-то просто записывает а кто-то нет а кто-то пропускает и и и не обращает внимание на эти костры которые горят в пространстве это костры боли или любви и радости больших черный пёс вот так вот человек и город вот это питер такой мрачный такой без электричества без воды с этими бандитами на лихих девятках с этим беспределом с этими разборками с этими мрачными просто мыслями место дарина на ютюбе выложил ролик где встреча путина с деятелями искусств вы пришли туда на этот сыром для того чтобы задать совершенно конкретный вопрос он будет ваш несогласны будут нас по морде разгонять или нет а после этого путина произносит много 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 слов смысл которых не внесен и не ясен но остается впечатление что он в общем-то и вас и всех в общем-то переиграл переиграл и оставил в дураках то есть потому что такое сказал смысла его ответа я не поняла два раза слушала он был очень растроган вообще мой последний лозунг он звучит так свободу путина свобода не надо быть рабом не на галерах нигде свободу путина мы хотим выпустить футболки у нас снаружи вот так вот вы там были внутри у вас не было ощущение что боже мой зачем сюда пришел больше никогда атмосфера была мрачнейшие просто мне было показано количество охраны которые дышали нам затылок совершенно такими расстрелями глазами да это было не что и конечно вся артистическая богема которая там была на она просто тряслась так что я даже это чувствовал сквозь пол так что там было весело я хочу сказать очень весело было и просто сверлили глазами на охранники так просто меня расстреливали что я даже разлыбался не было конечно атмосфера была очень тяжелая но другой стороны ну почему нет а кто сказал что будет легко мне мне очень понравился ермони который стал как двери киянус он одной половины лица ухитрялся улыбаться путина а второй мне а второй мне говорил и давил мне на ногу он меня больше всего кстати не давал мне говорить именно и рыбой он извертелся просто да я первый раз видел человека с двумя выражениями лица вот это актер Владимона вам надо приглашать ну очень было весело слава будусов так сидел так и взял что он исчез просто просто даже перестал видеть я только славе подсказал а ты куда делся ягод сидел но я я не знаю было весело да я ответил что вы сегодня много рассказывали о прошлом о гамлете о 90-х лихих романтических годах вы об этом конечно говорили с удовольствием с какой-то ностальгии и невзирая на те ужаса не не описывали да включая молодца и так далее у вас все-таки какой-то мне показалось я почувствовал какой-то ностальгическое хорошее приятное чувство о тех о тех годах я наверно если я вам расскажу как меня принимали в пионеры как я плакал я ушел за этим галстуком я думал что я человек я Павлик Морозом мои глаза излучали свет и сияние а до встречи два хулигана и тряпку делал я страшно дрался я был действительно как Павлик Морозов пришел домой весь в крови с рваным галстуком ну страшно гордился собой целую неделю серьезно говорю ну извините вас перебил наверное тот позитив который я почувствовал я его трактую таким образом что те в 90-е годы они срадили большое количество творчества в России в том числе и ваша группа и ваше творчество было на каком-то пике сегодня люди живут лучше в России чем тогда значительно и времени такое страшное однако в духовном плане как мне кажется мое мнение нация сильно обнищала я живу в Москве здесь в гостях понятно понятно да я не живу здесь я это тоже вижу скажите пожалуйста вы согласны с этим моментом что сегодня происходит в России я согласен но с этим не мирюсь я не мирюсь поскольку у вас автобуса в Бостон почитайте пожалуйста стихии перед объездом и как вы тоже дошли вот ну вот может быть мы новую песню споем вам здесь раз два три они взломали мой мозг но ничего не нашли мой мозг аптечный киоск он далеко от земли в моей нелепой башке жил большой океан но чтобы он не достался врагу я вывернул кран возьми мое сердце там еще тепло ну и так далее а потом в конце ну это мы споем хорошо не а а Продолжение следует...